Привет, друзья! Сегодня у нас в гостях уже известный вам армспортсмен из Флориды и Орландо, уже двукратный чемпион штата Флорида по армспорту. Артем, здорово! Ну, на самом деле сегодня речь пойдет о том, как Артем съездил на Арнольд Классик, куда он в прошлом году отобрался, как раз-таки выиграв чемпионат штата. Скоро, что ты в прошлом году ездил. Не, вот буквально месяц еще, наверное, не прошел, да, как ты вернулся. Артем занял там пятое место. Ну и сегодня мы попросим, чтобы он нам рассказал так вкратце, но в красках, как это происходило, что было, кого ты завалил, кто тебя завалил, и насколько ты сам оцениваешь свое выступление. Мог бы ты подняться выше, или реально, ну, твои силы реально показали твое место, вернее, твое место реально показало твои силы на данный момент. По вопросу, который я запомнил с последнего, то есть, честно говоря, в сетку у меня вышла неплохая, но по самой лучшей сетке я мог стать четвертым, потому что, ну, уже призовым местом, потому что пятый, по сути, я проиграл. То есть я посмотрел, то есть всех в сетку, кому я проиграл, и четвертое место занял человек, который, как бы, он не должен был быть, потому что я поборолелся с ним после, ты слышишь, такая ситуация, я к нему подошел, ну, человек поборолелся, он говорит, да, я там забился, парень, я забился побольше, чем ты, как бы, я вчера боролся, сегодня боролся я, то есть до этого, можно, боролся, но так, что-то проиграл там быстренько. Громче. Мы с ним поборолись, и, как бы, я просто, мол, пытался давать все, что я могу, и все равно его боролся, ну, и даже визуально, как бы, было видно, потому что я чуть повыше, чем он. Ну, что, как бы, я мог максимально стать четвертым, а так, в принципе, сетка вышла довольно неплохая для меня. Проиграл я, как бы, только сильно, даже когда мы дружились с ребятами из Казахстана, которые выиграли сейчас в этой категории, они, как бы, только меня поддерживают, то, что, как бы, выиграл. Я проиграл только слабым, ой, только сильным, как наоборот. Как бы, в общем. Сколько людей было в твоей категории? Я, как бы, точно не могу сказать, я, как бы, всем говорю, то, что их 20, может, их было больше, может, меньше, но... А почему не сказать, то, что наша категория была самой большой? Я знаю, то, что 80, конечно, не такой большой. Как бы, 90-100, там уже было недостаточно. Ну, как бы, говорят, то, что она была самая большая категория, но... Это было только на одну руку или на обероню? А Арнольд Классик приходит только на правую руку. Только на правую руку. Вот этот я не знал, кстати, может, и зрителей тоже мало кто знал. Арнольд Классик по армспорту проходит только на правую руку, да? В отличие от чемпионатов мира и от других коммерческих турниров. Да, получается так. Ну, как говорят, коммерческие турниры, немного другая ситуация. А именно, то есть, только из коммерческих турниров только Арнольд выходит по категориям, я думаю. В основном, это делается какие-то суперматчи, что-то, более-менее как шоу. Плюс Арнольда, то есть, как спортивного мероприятия, как армейстингового мероприятия, то что он приходит быстро. То есть, допустим, на Европу шоу, где я отобрался в прошлом году, и как бы в этом году, может, буду отбираться. Там один стол всего было, а может, даже если в этом году будет два, то, допустим, я тогда пришел часов по 11, а ушел домой часов 8. Вечера. Да, это была категория ужасная, там, по-моему, только по любителям собралось человек 100, я думаю, в прошлом году, я не помню, там реально было много людей. А Арнольд, несмотря на количество людей, он проходит за час. По-моему, полтора часа был первый день, финалы следующего дня прошли за час-минут 30. Организация была на высшем уровне, да? Не то, что они знают, просто их урезают во времени бодибилдинг. То есть, там какая-то сцена, там главная сцена, там главное шоу, а там главная сцена, где выступают любители, стронгмэр, все на этой сцене. И они все расписано поднято. То есть, на Арнольд выделено, по-моему, час-полтора с утра. Насколько я знаю, тебя пригласили тоже участвовать, не знаю, как правильно ли я сейчас скажу, в новом событии для Америки, для всего. И СПН будет показывать теперь Амурспорт по телевидению, да? Ты едешь в Лос-Анджелес? Нет. В Лас-Вегас? Нет, ты уже сказал, меня пригласили, это просто новая лига. Ну, уже не новая, она уже чуть-чуть года полтора. Ну, Егор, ты сказал немножко неправильно, потому что, как бы, меня пригласили, это вообще организация существует уже около двух-трех лет. То есть, она начала свою... Смотри. Нет, Егор, ты сказал неправильно, потому что организация существует уже около двух лет. И, как бы, то есть, в чем его смысл? Там, это коммерческая организация, в которой очень много денег. И на данный момент она уже идет под, скажем, под съемками канала ВСПН. То есть, вот, мы, я поеду... Я отобрался на них соревнования, я туда поеду в Лас-Вегас 30-го мая, по 31-е. И все это будет сниматься каналом ВСПН, то есть, является самым крупным коммерческим каналом в Америке. Именно спортивным, то есть, самый основной. И, по-моему, если я не ошибаюсь, что трансляция этого съемок, то есть, как они считают обрежут, по-моему, назначена на июль 29-е. А ты мне говорил, что был уже пробные показы, и показы побили все рейтинги предыдущие. Да, я читал на сайте ВСПН и на сайте самого этого сайта, что уже первые показы соревнования в Новом Орлеане, которые были, по-моему, в декабре этого года, показы побили все рекорды канала ВСПН. То есть, и фейсбук взрывался, и все, и люди писали, отписывали. То есть, было реально интересно. Хотя, в принципе, программа была сделана ужасно, как я смотрел. Но, как бы, было интересно на это смотреть. То есть, как они показали спорт, как будто это был футбол. Ну, для Америки это, конечно, большое событие. Побить американский футбол по рейтингу, побить трансляции супер-бокса, боев, да? Ну, как бы, это довольно... То есть, да, есть первое начинание для Армой, такой уровень, то есть, это довольно неплохо. Мне будет интересно, что они собираются с этим делом, в принципе, дальше. То есть, на данный момент уже есть расписание канала ВСПН на все лето. Тут они будут показывать региональные соревнования, финалы и так далее. То есть, и плюс, в чем плюс соревнования, то, что деньги они выдают сразу. То есть, очень много говорят, что трениры общаются в России и, в принципе, в Америке, где, в принципе, все выглядит очень круто. Но, если говорить спортсменами наличные, то многие денег даже не видели. Плюс соревнования WL, то, что деньги эти вот им, прям сразу на стол, все это заснято. И, как бы, даже я общался с тюрьмитой, просто для денег без каких-либо налогов. И, насколько я понял, это все действие будет происходить, как всегда, в казино? Я точно не верен, но это будет что-то типа казино или бар. Что-то солидное. Как бы, я знаю то, что в основном происходит в Hard Rock Cafe. Я вообще, ну, что-то известное, для меня это непонятно до сих пор. Но, как бы, у них неплохое само помещение. То есть, я когда видел, как они наборятся, столы, все такое. Ну, неплохо все это дело, на хорошем уровне. Зрители моего канала больше, конечно, занимаются бодибилдингом. Но многие интересуются Армспортом, пишут мне вопросы. Могу я переадресовывать их тебе, и, может быть, ты как-нибудь придешь к нам в гости, и мы снимем какие-нибудь видео для тех, кто хочет начать заниматься Армспортом. Потому что многие думают, что в Армспорте играют роль огромные мышцы. Я лично видел, как Артем валит огромных, здоровых, там, в 3-4 раза больше парней в размере. Ну, по сути, слегка выглядишь не как дричь, да? Никто не верит, что ты валишь таких здоровых мужиков. Даже ребята в нашем зале, кто тебя в первый раз видит, ты сам видел, удивляются. Но это только плюс тебе. Поэтому я и все мои зрители поздравляем тебя с пятым местом на Арнольде. Это очень круто. Ну, по мне, по крайней мере, для меня это очень круто. Это такое бодибиловичное восприятие, когда говоришь, что ты топ-10, топ-5, а в армии, если ты не первый, то это не считается. Ну, это везде, если ты не первый, потому что то, что лозунг, там, главное, а не победа, а участие, придумали слабаки. Ну, честно говоря, мнение есть в плане арн-рестлинга, ну, в плане вообще соревнований, то есть, когда ты чем-то занимаешься, когда ты ездишь, воспринимаешься как-то по-другому. То есть, когда, особенно, что-то большое, ты получаешь столько общения с теми местами. Просто я вот, как приехал в Сарнольде, ну, это уж просто я приехал, как бы, все уже там, вспоминай, как-то здесь день, и меня кто-то на работе спрашивает, типа, ты каким-то там встал? Я вспоминаю, какими там встал? То есть, я, как бы… Не первый, не забыл, да? Просто я, столько там всяких эмоций, с тюрьмин пообщались, где-то там, что-то там мы там разобыли, бесплатно наезде побывали. То есть, рядом, ну, столько эмоций. Как бы, кому-то, первым людям, да, объясняешь, там, вот, там, сетка с Алпятом, уже столько, как бы, вопросов. Я проиграл. Я проиграл. Ну ладно, я думаю, всем было интересно пообщаться, увидеть тебя снова на страницах нашего видеожурнала. Приглашаем тебя в гости. Я думаю, посыпятся вопросы, и, возможно, мы снимем пару тренировочек. Раскроешь какие-нибудь свои секреты укрепления связок. Насколько я знаю, связки, сухожилия в этом спорте выходят на первое место. Ну что, всем пока. Спасибо, Артем, что пришел. Увидимся в тренажерном зале. Увидимся в тренажерном зале. Увидимся в тренажерном зале. Увидимся в тренажерном зале. Увидимся в тренажерном зале.